Александр Игоревич, мой вопрос касается внешней политики. Ряд громких встреч и ваших решений в последнее время вновь заставили так называемых политологов упражняться в движении конспирологических версий и идей. Вот приехал Болтон, сразу говорят, пишут, что Беларусь уходит на Запад, чуть ли не вступает в НАТО, делает разворот на 180 градусов. Наоборот, решили не ехать в Польшу, говорят, страна легла под Россию, никакой самостоятельности, даже Путин не пустил. Вот вы, как первый источник этих решений, расскажите, пожалуйста, и расставьте точки над «и», все-таки в каком направлении развернута Беларусь? Вы знаете, я всегда везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю о том, что мы придерживаемся во внешней политике, определяя наши курсы внутренней, внешней многовекторности. Ну, не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Ну, Господь нас тут поселил, куда нам деваться? Нас нигде не ждут, другой земли нам никто не даст, в рабы мы не пойдем, мы уже походили, как я говорю, под плеткой побывали. Ну, это наш кусок земли, и он в центре Европы, он на перекрестке всех путей. И это, можно сказать, единственная мирная добрососедская страна у России, через которую она осуществляет контакты с Западной Европой, с Соединенными Штатами Америки, и в обратном направлении, на Восток, Китай уже активно работает. Вот в Бресте мне сказали, настолько увеличился грузопоток по железной дороге, автомобильным дорогам, и прежде всего зашет Китайской Народной Республики. Для нас благо. Они везут туда товар, контейнеры оттуда возвращаются, мы грузим свой товар, и так диверсифицируем рынки. Си Цзиньпин, спасибо ему, очень большой друг нашего народа, руководство Китая открыло нам свои рынки. Поэтому вот она ценность этого клочка земли. И, естественно, за этот клочок земли сегодня идет порой незримая борьба. Все хотят влиять. Но мой характер, и меня вы уже давно знаете, я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главная многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, России, нас нечем этому прикнуть, у них даже Орел двуглавый, он туда и туда смотрит, и нам никто не запретит смотреть в разные стороны. Вот Болтон приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Ну, приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам, страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли влево и вправо, и сами приехали. Сами предложили встретиться. Я думаю, правильно. Мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя, это же самая сильная страна. Смотрите, как Россия стремится установить отношения нормальные с США. А почему мы не должны это делать? Вот что лежит в основе. И никаких тут телодвижений на Запад, на Восток. А смотреть будем и туда, и туда, и искать там, где выгодно. Точно так, как любое государство ведет политику. И знаете, по большому счету, меня ведь руководство России в этом не упрекает. Это конспирология, вы правильно сказали, вокруг так называемых политологов, социологов, журналистов отдельных, прикормленных. Вот они и начинают там бомбить со всех сторон. Ну, ясно, кто-то заказывает. Я знаю, кто. Успокоимся. Пена сойдет. Щепки эти легкие ветром унесет. А мы, как жили с россиянами, так и будем жить. Несмотря даже на ту политику по углеводородам, по торможению наших продуктов, питания мы не можем поставлять. Для чего мы туда идем и поставляем товар? Для того, чтобы деньги у них заработать и заплатить за нефть и газ. Вот и все. Все очень просто. И ни в коем случае не надо полагать, что здесь какая-то глубина антироссийская или антизападная. Что касается моей поездки в Польшу 1 сентября, начало войны. Ну да, президент туда не поехал, так и ни я один не поехал. И это не выпад против Запада. Мы очень хорошо относимся к польскому народу. И будем к ним там относиться так. Потому что с этой западной стороны, точно так как на востоке русские, россияне, так и поляки здесь у нас. Мы в одном государстве когда-то жили. Это у нас много поляков живет. Почему мы должны с ними ссориться? Да, они проводят порой ту политику, которая мне не нравится. Вы знаете мою реакцию на это? Я им прямо говорю, ребят, смотрите, мы ответим. Точно так, когда начали эти ракеты там размещать разные, мы ответили, мы создали свой комплекс Полонез. Они заплакали, что мы их там нацелили. Я говорю, убирайте свои ракеты. Ну, правда, я дал команду, в склад положили свои ракеты. Думаю, последуют они. Ответ точно будет такой. Мы не хотим ни с кем воевать. Но мы не позволим больше над нами издеваться. Никому. Ни мощным государством, ни послабее, никому не позволим. Ну, а то, что Путина не пригласили, вы знаете, это дело ведь поляков. И я знаю, я очень хорошо знаю Путина, но он особо и не рвался туда ехать. Ну, не пригласили, не пригласили. Наверное, не формат, кому-то может не нравится. Но мне это не нравится, что не пригласили президента России. Мы воевали вместе. И прежде всего белорусы, русские, особенно русские, Ну, что там греха таить. Вклад-то основной в победу внесли русские люди. Именно русские. Не надо политизировать эти вопросы. Не надо. Еще неизвестно, где мы окажемся через десяток-другой лет. Поэтому друг друга шпынять этими проблемами не надо. Вот я из человеческого исходил такого. И в то же время, еще раз подчеркиваю, мы ведь не были против. Наши люди там присутствовали на церемонии, возглавлял ее наш посол, наши дипломаты были.